Здравствуйте! С вами снова я, руководитель детской студии мультипликации аниматика Екатерина Юсупова. Мы с вами изучили множество этапов для создания вашего собственного пластилинового мультфильма. Вы попробовали себя и в роли сценариста, и режиссера, и, конечно же, художника. И самое время перейти к предпоследнему этапу – это озвучивание вашего мультфильма. Немного вернемся к вашему сценарию. Если у вас несколько героев, для более реалистичной картины вы можете привлечь к озвучиванию ваших друзей или родных. Если такой нет возможности, постарайтесь самостоятельно изменить свой голос для разных персонажей, ведь у каждого героя могут быть разные характеры, возраст и даже пол. На какое оборудование вы сможете записать аудиодорожку? Это может быть и камера с микрофоном, и даже обычный телефон. Все просто. Когда самые удачные записи выбраны, переходим к подворке музыкального фона. Очень важный момент – нельзя использовать чужие мелодии, чтобы не нарушить авторские права. Вы можете создать самостоятельно музыку, но если вы не наделены композиторским талантом, воспользуйтесь специальными программами. Их сейчас множество. Также вы спокойно можете использовать в качестве звуковой дорожки, не опасаясь претензий со стороны правообладателя, это музыкальные произведения, авторство которых не установлено – народное творчество. Используйте классические произведения. После определенного срока музыка переходит в общественное достояние. Но проверить, закончилось ли действие авторских прав, будет не лишним. Также можете найти музыкальные произведения с бесплатными публичными лицензиями, обязательно указав в мультфильме автора. Используйте все рекомендации и приступайте к озвучиванию ваших героев. А в следующем видео занятии я вам расскажу про последний этап создания вашего мультфильма. Это обработка кадров и монтаж. На сегодня все. Пока-пока!